Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Peugeot 407, 2005 года выпуска. Двигатель 1.8 механика, передний привод. Пробег на автомобиле 214 тысяч километров. Порвалась нижняя подушка двигателя. И при трогании, когда двигатель идет на выворот, идет стук. Их, происходит такой глухой стук снизу. Подушка не подвесная, она удерживает автомобиль от крутящих моментов. Поднимаю автомобиль, снимаем защиту и смотрим, как ее заменить. Поднял автомобиль, вот она наша подушка, которую мы будем менять. Но менять будем не целиком подушку, а заменим картридж. Стоимость подушки 7,5 тысяч рублей, а стоимость картриджа в 5 раз меньше. Поэтому беру, снимаю вот эту траверсу, распорку. Головка на 18. С двух сторон болты откручиваю. Убираем ее для удобства демонтажа. И попробуем уже на месте, чтобы не снимать подушку, выдавить старый сайлентблок и запрессовать новый. Последний болт. Откручиваю вот этот болт, он тоже на 18. Да. А этот болт у нас на 16. Он тоже на 18. Вот и все. Вот такая штукенция. Ничего здесь подвешивать не надо у нас. Опора у нас в свободном допуске. Сейчас возьму фонарик. До конца она еще не вырвана, но следы вот набитые сзади есть, спереди нет. Все напряжение идет назад, но снизу она наторвана и сверху она надорвана больше чем наполовину. Возьму сверху, поставлю метки, чтобы вторую опору нам также выставить. Ну и пробуем. Вот такие приготовил оправки, в которые мы будем выпрессовывать. Здесь один блок в нее потянем, а вот этой мы его будем вытягивать. КОНЕЦ Пристало. Корректор А.Кулакова попробовал шпильку порвал внутреннюю обойму подогну соленблока вот таким образом сейчас ослаблю ее вот так На Peugeot пригодились запчасти от Land Rover обводной роли ремня ГРМ на 69 миллиметров. С внутренней стороны поставил и отставки, которые ослабил, он выдавливает. Вот и все, сайлентблок на 3, вот он ролик от Land Rover, он наружный диаметр 69 миллиметров. Берем новый сайлентблок оригинальный, он идет отдельно без подушки 18.09.21 и также он еще пробивается как 4.0 18.09.21. Вот такой вот сайлентблок с 2017 года выпуска, 9 месяца, он еще и свеженький. Смазываю силиконовой смазкой посадочной, смазываю силиконовой смазкой сам сайлентблок. Вставляю его как снимал старый и запрессовываем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все, и как здесь видно по меткам, стоит так, как снимались старые. Устанавливаем кронштейн и прикручиваем болты. Добавляем кронштейн и курицей. Курицей 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 и курицей. Ставим на место траверсу. Все, болты я затянул, подушку поменяли, ставим защиту и опускаем автомобиль. И на этом замену опоры нижнего крепления двигателя мы заменили. Всего вам доброго!